Здравствуйте, дорогие друзья! Это вторая часть нашего интервью с Фекретом Шабановым. Я прошу вас всех подписываться на мой канал, отмечать это интервью лайками, продвижением. Ещё раз напоминаю, что мы с Фекретом Шабановым пришли к решению, что мы не будем предъявлять авторские права на эту запись, поэтому каждый канал, пожалуйста, распространяйте, надеюсь, в благих целях, для того, чтобы как можно больше людей узнали о событиях в Центральной Азии и в целом в мире. Фекрет, возвращаемся, добрый день ещё раз. Здравствуйте, я приветствую вас и ваших зрителей. И, конечно, хочу подтвердить ваши слова о том, что с моей стороны не будет никаких юридических действий. Я полностью подтверждаю и заверяю, с вопросами прав на авторство этого канала. Если кто-то считает, что его нужно слушать, продвигать, распространять, как у нас на Востоке говорят, халал. То есть я полностью даю благословение на это. У нас трудная тема, для меня, во всяком случае, точно эмоционально тяжёлая, но надо об этом говорить, поскольку нужно понимать, что у нас всех ждёт. И я бы хотела вот такой большой, сразу большой такой фрагмент взять. Давайте попробуем спрогнозировать, что ждёт Казахстан в первую очередь и Центральную Азию в перспективе на 26-27 годы. Ну, идёт сейчас, 23-24 год, так называемое время неопределённости или время выборов. В большей части света, в самых сильных, крупных государствах мира будут проходить выборы. То есть в это время никаких кардинальных действий по смене режима, по началу гражданской войны, по каким-то кардинальным столкновениям каких-то прокси-государств оно не будет предпринято. И одним из элементов также, так скажем, создания атмосферы выборов в своей стране, как политического актива, является попытка или давление на Украину, чтобы достичь временного перемирия или временной остановки войны в Украине. Здесь, конечно, вот это время так называемой неопределённости политического выбора в разных странах, а это означает курса этих государств, и Казахстан, и другие государства могут по максимуму использовать в рамках выстраивания своей, укрепления и выстраивания своей доктрины будущего своего развития. Но мы когда увидим, так скажем, подведём итоги к концу 2024 года, а здесь ключевыми являются, например, для Центральной Азии выборы в США, в Европе и в Индии, в России, я думаю, что мы с вами увидим конфигурацию немного раньше, мы должны тогда понять, что мы будем делать или какие силы пришли к власти. Сказать, что эти силы будут кардинально менять на проектность Центральной Азиатского региона, нет. Вне зависимости от того, кто стоит у руля, продвижение интересов, и в том числе в Центральной Азии, в рамках глобального переформатирования мира, оно будет продвигаться. Вопрос только будет в инструментарии. Есть силы, которые придерживаются, предположим, оранжевой революции, внутренних переворотов. Есть силы, которые придерживаются войны, внешней войны или внутригражданской войны. Поэтому какую модель развития выберут силы, мы с вами увидим в дальнейшем. Но в любом случае итогом этого является продвижение в Центральную Азию вне региональных глобальных сил. Основным направлением их будет вытеснение в первую очередь или уменьшение влияния России и Китая на Центральный Азиатский регион для того, чтобы сейчас закрепиться, а в дальнейшем полностью вытеснить и Россию, и Китай из этого региона или подставить под свое управление на своих правилах инструменты участия и России, и Центральной Азии в регионе Центрального Азиатского региона с западными модераторами. Ну, например, теперь казахский УРАМ будет вывозиться непосредством Росатома. Ну, например, какой-то английской или американской компании. Предположим, какие-то месторождения в Казахстане не могут подразделять между Китая и между Россией, но это не будут стратегически, где и Китай, и Россия будут доминантом, или определять, куда, сколько продавать, и критическое сырье кому первое передавать. Ну, предположим, условно, есть литий в мусульманском регионе Индии. А вообще он приблизительно на полтриллиона долларов, только одно месторождение. И тот, кто будет управлять Джаму и Кашмир, я имею в виду как глобальный Европ, тот будет определять, кому нужен литий. А так как в мире дефицит лития, тот, кто будет управлять источником сырья, он будет определять, чья экономика альтернативной энергетики или чья экономика электромобилей будет развиваться. Китайская, американская, французская. Потому что сырье литий им нужно. А уже остальные, те, которые не имеют к этому доступу, они становятся экономически неконкурентными, то есть они не могут это развивать. Значит, они будут кем? Потребителями, не более. Поэтому и в Казахстане есть очень много драгоценных металлов и природных ресурсов, которые для глобального мира управления являются стратегическими. И борьба и за Казахстан в том числе, она будет продолжаться. Но делать надежды на то, что, значит, вот эти природные ресурсы, нефть и газ, они будут стратегически важными в следующие еще 50 лет, это немного мираж. И мы видели на основе, так скажем, до встречи Сыдзимпиня с Байденом, правительство США с правительством Китая согласовало программу об уменьшении зависимости от, значит, природной энергетики. Сюда, кстати, включается и уголь тоже. Поэтому необходимо сейчас, при нынешней возможности получаемые доходы от нефти, газа, угля, необходимо перестраивать экономику на новый уровень промышленного развития. Ну, например, хотя бы на 4 полный уровень, четвертый уровень, или хотя бы на 4 плюс с переходом на пятый. Это вторая главная борьба за технологическое выживание. Ну, и естественным способом, когда Казахстан пока, я почему говорю пока, мы не знаем, какой разворот возьмет правительство Казахстана используя 24-й год, я имею в виду военно-политическое сотрудничество, будет ли оно продолжаться находиться в ОДКБ, выйдет ли оно из ОДКБ, потому что инициатива Казахстана по выходу из ОДКБ не ожидается, я не думаю, что они ее предпримут. Но внешним каскадом может, например, сдетонировать выход Армении из ОДКБ, при котором начнутся свои внутренние противоречия. Мы с вами это все увидим в течение 24-го года, возможно, 25-го. Но в любом случае, борьба за стратегическую географию под названием Казахстан, она будет беспощадная и не на жизнь, а на смерть. И никого не волнует, чьими руками, кто будет погибать и кто будет контролировать. Да, они могут, кто-то из них может не полностью контролировать Казахстан, они могут между собой разделить Казахстан на, так скажем, зоны или территории управления. Ну, например, то, что обычно российская наука или историография делила на южан, северян и центральных казахов. Этот вариант тоже возможен. Возможен другой вариант, подход, кто будет контролировать ресурсы. А ведь война-то в Казахстан приходит и за ресурсов, а потом, так скажем, создание безопасности этих ресурсов. Я думаю, что, возможно, скорее всего, будет раздел влияния по трем направлениям. Контроль ресурсов, контроль логистики и самое главное, это контроль, значит, не только нефтегаза, а стратегических, имеющих мировое значение, ну, например, урановых месторождений. По другим стратегическим запасам, так как они являются доктриной национальной безопасности Казахстана, по ним информация является закрытой и она считается государственной тайной. Но я допускаю, что есть более стратегическое сырье, которое жизненно важно для человечества и борьба именно за эти ресурсы будет не на жизнь, а на насмерть. А вот нефть, газ и все остальное можно договориться поделить. Вот то, что вы называете «Борьба не нужна насмерть». Мы с вами обсуждали в первом эфире, во втором тоже, что 24-й год уже станет для нас довольно серьезным испытанием, что так называемая операция, когда в горах остается снег, она уже может быть задействована. и вот эти вот так называемые силы, которые скапливаются, талибан, скажем так, условный талибан, да, или как исламские фундаменталисты, да. Этих терминов нет. Эти термины придуманы для того, чтобы объяснить, кто чей прокси. Да. Вот я хочу понять, насколько близко для нас вот эта опасность. потому что она высока. Она высока. Операция, когда в горах растает снег, впервые в информационное поле ввел я. Оно было использовано в докладе Путину до начала агрессии против Украины. И об этом говорил канал СВР. Вся ситуация заключалась в том, что война должна была начаться в первую очередь именно за Казахстан, а потом уже в Украине. Но, к сожалению, к большому сожалению политической элиты Украины, которая сыграла на опережение с выдвижением на должность господина президента Зеленского, которого на Западе называют не совсем западным политиком, а больше российским политиком или представителем России. Это сыграло свою историческую миссию, что войну в Казахстане отвели на второй уровень и на первый вывели уровень контроля в Европе. И самая главная доктрина Англии это контроль Черноморских портов, Причерноморья, Черного моря и Закавказья. Сегодня начался второй этап этой доктрины, это борьба за Центральную Азию тоже три года. Это означает, идет подготовительная работа к стратегической битве за Казахстан или за Центральную Азию 26-й год. Абсолютно верно. И вот это, когда в горах растает снег, это означает естественные климатические условия, переходы из Афганистана вооруженных формирований, потому что снег в горах растает, процесс таяни происходит в конце мая, начало июня. Вот приблизительное время, когда оно теоретически возможно. К этому времени, я думаю, что к началу следующего года, когда в Среднюю Азию, это в основном будет Узбекистан и Казахстан, а я думаю, что президент Байден прилетит в Узбекистан, потому что Узбекистан стал центром многих мировых тусовок, куда приглашают остальных представителей, руководителей государств Центральной Азии. Если мы посмотрим на визиты высокопоставных дипломатов военных Соединенных Штатов Америки, они в основном делаются в Узбекистан, куда приглашаются также представители других среднеазиатских профильных министерств или организаций. Я считаю, что и в этот раз господин Байден посетит Узбекистан, но туда будет приглашен господин Токаев. Я почему-то убежден, что Токаев полетит в Узбекистан на встречу с Байденом, а не наоборот. Почему? Потому что ценность или актив Казахстана высокий, но находясь в составе ОДКБ Евразес, он не становится независимым в глазах Америки как равноправный партнер. Но это так декларируется. Конечно, не равноправный партнер, но декларируется как равноправный партнер Соединенных Штатов Америки или западной цивилизации, потому что он может самостоятельно принимать решения. Он не зависит от обязательств по ОДКБ, главному противнику НАТО и по России, который также указан в доктрине национальной безопасности США, как один из врагов Китая, Северная Корея, Иран и Россия. Поэтому, так как понимание американцев Узбекистан независимый, не обязан международными обязательствами с Россией, ОДКБ, Евразии, и т.д. т.п., то Узбекистан самая лучшая площадка, куда они могут все собираться. Я думаю, что господин Тукаев будет приглашен на эту встречу центрально-азиатских лидеров, центрально-азиатских государств. Это только Узбекистан и только Казахстан, где, я думаю, что к этому времени руководство Казахстана, я думаю, что это будет февраль-март, должно перевести, если на наш простой язык, ответить о стратегическом выборе развития Казахстана. Эти вопросы были поставлены и закреплены в Германии, в США, то есть Германия, Евросоюз обещают денежное финансирование, так скажем, проектов, гарантируют финансирование разворота Казахстана, Соединенные Штаты гарантируют проектность военно-политический зонтик безопасности. Если доверие руководителей Центральной Азии к этим предложениям, я считаю, что оно обоснованное недоверие, потому что опыт Украины, опыт Израиля говорит, что Америка живет своими национальными интересами. Это не означает, что они до последнего будут сражаться за тебя. Исходя из этой концепции, необходимо выбрать стратегию осторожного, равноудаленного, но нерезкого телодвижения расхода с Россией, с Китая. Но стратегическое понимание, где спокойно относятся и Китай, и Россия, это проектность тюркского проекта, в который Казахстан может уйти. И это является промежуточной зоной, политической зоной, которая не беспокоит США, потому что там присутствует страна НАТО Турция. Вот исходя из этой концепции, вот этот формат, потому что 2007-х года был придуман, точнее, еще ранее был придуман проект под названием Гуан, это военно-политический союз, так задумывалось, Грузия, Украина, Азербайджан, Узбекистан, Молдова, но, к сожалению, он стал нерабочим, и сейчас вот этот формат тюркский государство, я считаю, что он рабочий, нужно все время работать, и в чем заключается безопасность Казахстана? Через Катар и Турция, и Катар можно влиять на афганских моджахедов, это первое, то есть, если говорим о безопасности Казахстана, через Турцию и Катар можно на них влиять, но если Казахстан находится в ОДКБ, а Катар имеет на своей территории самую большую военную базу США, будет ли она просить Талибан не трогать Казахстан? Я не думаю. Будет ли Турция помогать в содействии тому, чтобы Талибан не пошел на Казахстан? Ну, она скажет, так скажем, ну, предположим, это можно, это нельзя, послушать или их Талибан мы не знаем, потому что у него бенефициар не турки, не катарцы, но они имеют на них влияние. Дальше, что это может дать? Тоже влияние и Катара, и Турции в исламском, суннитском мире. А мы знаем, что большинство представителей Талибана это мусульмане-сунниты, несмотря на то, что там существуют хазарийцы, шииты и так далее. То есть, я хочу сказать, инструментов оттягивания, инструментов создания зоны безопасности, чтобы Талибан к вам не пришел, есть. Но для этого нужны какие-то адекватные действия со стороны Казахстана, то есть, нужна его четкая позиция. И вот по четкой позиции Казахстана будут приниматься кардинальные решения, как, так скажем, заходить в Казахстан или как переформатировать Казахстан. пока сказать о том пути, который выбирает руководство Казахстана, немножко трудно, но видны определенные желания или стремления, а я скажу, как я их замечаю, будете смеяться. Чем больше ругань в России казахов, тем ощущение правильное, что Токаев выбирает правильную политику. Чем больше там вас ругают, тем значит, вы правильно двигаетесь. Поэтому, исходя из этой концепции, я считаю, что господин Токаев пытается сменить политический курс Казахстана. Это не означает повернуться к России спиной, но это означает попытаться создать равноудаленность, разновекторность своей политики, но здесь короной этого будет выход из обязующих Казахстан быть зависимым таких соглашений, как ОДКБ и Евразии. Я думаю, что если Казахстан сможет из этих союзов выйти и создать свой на земле Центральный Азиатский союз Узбекистан-Казахстан с включением в него и в том числе и Таджикистана, а в дальнейшем плане американского плана Большой Афганистан, то я думаю, что 250% активно влияет на внутриафганскую политику Казахстаном и Узбекистаном, это будет обеспечено то, что в Казахстан эти люди с оружием не придут. И в Узбекистан тоже. Узбекистан в этом плане активно работает. Вы немного отстаете. Хотя я очень рад, что определенные мероприятия правительство Казахстана делает. Как оно делает, мне трудно судить, но я читаю просто официальные заявления. А вот смотрите, вы говорите Байден, да, а мы по каким признакам поймем, допустим, ну мы же видим, как ведутся международные переговоры, да, и что потом приходится собственно смотреть прогнозы разных экспертов, понимать, что происходило там, поскольку значительная часть информации остается закатной. Для нас в данном случае вот важно понять, по каким признакам мы узнаем, что Казахстан занял адекватную позицию, как вы говорите. Ведь мы не можем сразу объявить, что мы выходим из УДКБ, да, какие прямолинейные заявления и прятают, прозвучат. А что тогда мы можем увидеть в этом случае после приезда Байдена? Ну я думаю, что для того, чтобы это понять, нам нужно видеть такие параллельные направления, как предположим реорганизация управления армией. Мы должны это увидеть. Реорганизация управления армией, вот смотрите, мы когда начинали сотрудничество с Турцией, мы сперва создали небольшой отряд. У нас было все, так скажем, российское, советское и даже система управления армией. Мы стали отправлять сперва 20 человек, потом 100, потом 500, потом увеличивать количество совместных учений, как в Турции, так и в Азербайджане, в Нахичеване. Мы практически учились этому долгое время. Мы пока не видим, чтобы Казахстан в этом направлении двигался. За исключением, по-моему, несколько месяцев, полтора или два месяца назад совместных учений на Каспии, Азербайджана и Казахстана, военных учений. Я думаю, что это сделано в рамках создания, так скажем, тех ожиданий, которые я жду в Баку. Это прорывных соглашений по экспорту казахстанского сырья, нефти, через Баку, через порт Супса в Грузии. И для того, чтобы это все поставлялось танкерами, все-таки нужно выработать концепцию безопасности этих нефтяных танкеров. Я думаю, что мы в рамках... Это уже хороший положительный шаг. То есть, вы начинаете формировать систему защиты своих экономических задач. Параллельно необходимо создавать, выстраивать систему снаряжения или обмундирования своих солдат по западным стандартам, видов вооружений по западным стандартам. Естественно, на локальном уровне создавать какие-то формы на месте управления своей армией по западным стандартам. Ну, например, мы перешли на полностью на так называемую турецкую модель или НАТОвскую модель управления армией и создали, я по цифре могу ошибиться, или вторую, или третью, пехотную, так скажем, пехотное управление, основным костяком которого составляет спецназ красный берет и синий берет и так далее. Это турецкая модель, то есть НАТОвская модель, поэтому самая лучшая армия в Европе считается турецкой или второй армией мира после США. Мы выбрали эту модель управления армиями, мы полностью перешли на систему управления армиями Турции и НАТО. Даже несмотря на наш 30-летний опыт, все-таки президентом закреплена концепция до 1 января 25-го года 100% иметь систему управления армиями по западным стандартам. Это сколько лет мы работаем, мы до сих пор не добились стопроцентного уровня. То есть я хочу сказать, что в этом направлении Казахстан должен двигаться, параллельно создавать, понимаете, потому что он должен быть готов к определенным военным вызовам, систему управления армиями России, а мы с вами видим, что происходит на Украинском фронте, где она дает сборы, систему управления. А у России система управления прусская, немецкая, она немножко технологическом плане, системы управления армиями отстает. Это вторая часть вопроса. Третья часть вопроса, это раздача всем сестрам по одной Сергея. То есть, если весь казахстанский экспорт энергоресурсов в западном направлении идет через Новороссийск, а иногда россияне говорят, что мы ремонт делаем, и вы можете месяц обходиться без денег, потому что там какие-то волны, какие-то станции неправильно работают. В принципе, логически это правильно, но можно это делать, знаете, например, там, три подстанции, можно делать этажно, то есть, две подстанции работают, одно ремонт делаешь, потом другая, но вдруг все три отключать или все четыре отключать, все понимают, что это политический нажим на Казахстан. И Казахстан должен освободиться от этого инструмента давления на себя в выборе своего вектора политики. То есть, у него должны быть альтернативные пути экспорта своего сырья. Следующий момент это то, что Казахстан должен увеличивать, обеспечивать безопасность своих границ, и в том числе Афганистана. Это поставка хлеба и муки, это поставка энергоресурсов. Это хотя бы как Узбекистан начать с маленьких стартапов участия в экономической жизни Афганистана, потому что если вы втягиваете в свою орбиту людей капитала из Афганистана, они уже на этой земле будут защищать ваши интересы. Если вы людям обеспечиваете работу, они зависят от казахского тенгеля, от казахского куска хлеба, они никогда против вас не пойдут. Но если они нищие, тогда можно прийти со 100 долларами и нанять наемника, чтобы он пошел против вас, то он спокойно против вас пойдет. То есть нужно увеличивать в этом направлении. Следующий фактор нужно увеличивать или углублять сотрудничество с Кыргызстаном, вытягивать его из ямы зависимости от России и сделать фактически вам действительно союзным братским, а не на словах. нужно увеличивать глубину сотрудничества с Таджикистаном, можно потерять в год лишних 200 миллионов долларов Казахстан, когда он может в чем-то уступать таджиков, чтобы они стали на ноги, то это стоит того, что считайте, что вы платите за свою безопасность. Плюс ко всему активное участие предлагаю уже Узбекистан в этом участвует. Сперва неформально, теперь дипломатически и Казахстан участвует в разрешении конфликтов на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Это очень важно. Если взорвут какое-то государство в регионе, значит это к вам придет. Это не означает, что вы построите какую-то китайскую стену, к вам никто не может прийти. Нет, они взорвут Таджикистан и Кыргызстан и через них тянут вас в конфликт. Поэтому необходимо активное участие в региональной кооперации, в региональном союзе, взаимной интеграции экономики, убрать границы, убрать таможенные посты, сформировать единое таможенное экономическое пространство, единое энергетическое пространство. Пока не будете вместе, пока вы не будете сильны и не сформируете вот этот, так скажем, костяк безопасности Центральной Азии, у вас не получится, потому что бедный Кыргызстан полностью зависящий от России, Таджикистан, который зависит безопасности, даже при том, что Таджикистан тоже юридически находится в России, она более независима, чем Казахстан. Поэтому исходя из этой концепции, я бы думал по этим элементам, что предпринимает Казахстан, участие в Афганистане, кооперация Кыргызстана, Таджикистана, даже в некотором роде устанавливание более глубоких отношений с Туркменистаном, как региональными государствами, это элементы того, что Казахстан и Казахстан понимают свою ответственность, он обезопасивает себя от войны. Но если Казахстан ничего этого не делает, он ждет инструкцию, которую спустят из Москвы, или если Казахстан хочет, но Москва этого не дает, или дает только в рамках взгляда Кремля, как это нужно делать, потому что через Казахстан регулирует другие страны, это в интересах Кремля, то естественно Казахстан становится уже угрозой. И так как ничего не делать, или структурировать политику Центральной Азии через видение Кремля, это уже угроза. Поэтому в данном случае мы увидим визит по действиям политических ритов Казахстана у что вот сейчас скажут лучше Казахстана или равном Узбекистану Казахстана нету? Нет. Я понимаю, что это долгая трудная работа, которой готовится президент Казахстана. Сможет ли он это сделать, я не знаю. Но то, что он пытается это сделать, однозначно. И здесь я считаю, что при всех тех внутренних глубоких противоречиях, которые в казахском обществе сложились экономическом плане, юридическом плане, плане прав человека, национальных меньшинств, интересов корпораций, грабежа и так далее, что свойственно всем народам, которые выстраивают свою историю, свою проектность. За 30 лет ничего не изменилось. Главное понять, что эта земля ваша, вы никуда убегать не собираетесь. Главное понять, что к вам когда придут, не будут спрашивать ты власть или ты народ, будут всех бить. Просите за сутки. И глупо вас все. Поэтому когда человек появится, с вами попытаются договориться. Но если вы не двигаетесь, вы испытите трясение, чтобы вы куда-то начали двигаться, то я думаю, что у Казахстана к сожалению военные все будут очень ощутить. у нас немножко плохая связь, но вы сильно пропадаете. надеюсь, восстановится что-то. Слышно меня, да, секрет? Да, да, конечно, я вас слышу, Жанна. Да, здесь вот я с вами, конечно, полностью согласна. Надеюсь, мы все эти признаки начнем считывать, видеть по поведению и по решениям наших властей. А я вот хотела спросить по поводу, вот смотрите, у нас прошли такие сообщения, да, в последнее время. Ну, во-первых, было бы хорошо обсудить приезд Макрона и Путина в страну, да, то есть как раз-таки дать оценку новой позиции Казахстана, потому что я действительно вижу, да, что у Казахстана несколько иная теперь позиция, что к нам так просто уже с разбега не зайдешь, да, очень много стран выстроилось, очень много там поездок, встреч всевозможных с Казахстаном, с Центральной Азией, очень много саммитов прошло, поэтому как бы видно, да, что позиция Тукаева, она больше становится более независимой. И есть еще один фрагмент, который хотелось бы с вами обсудить. Было сообщение, в том числе и на вашем телеграм-канале, о том, что в Казахстане открылся Центр НАТО. Впоследствии на российских пабликах произошел просто взрыв негатива. Песков сказал, что внимательно следят за этой ситуацией из России. Ну и на наших источниках прозвучало опровержение, сообщили, что это не был Центр НАТО, а это был всего лишь Центр, который открыли ООН. В этом смысле есть странность, потому что мы видели, кто открывал этот Центр, и с чем связаны вообще такие хаотичные действия и такой ажиотаж вокруг этой новости, и для чего такие Центры нужны? Смотрите, давайте начнем с Макрона и с Путина. И в Закавказье, в Армении, в Грузии, и в Центральной Азии де-факто есть глубокое сотрудничество Франции и России. То есть фактически они выстраивают свою концепцию недопущения усиления Чуверинского союза, усиления военного союза Турции и Азербайджан и в регионе Каспийского моря, а в дальнейшем перспективе и усиления исламского фактора. Но если даже исламский фактор они не могут предотвратить, но вот направить в русло радикального, я опять говорю в кавычках грех конечно использовать слово ислам и терроризм, но это западная концепция, когда мы говорим об исламе, у нас первое ощущение, что они террористы. Это западная ватикановская концепция. Ислам к этому терроризму никакое отношение ними. Так вот, мы повторим мысль французов не для того, чтобы принизить или отвергнуть то, что я сказал, а для того, чтобы нашим зрителям было понятно, что вот эта так называемая модель исламского салафизма разных течений, она как раз в регион забрасывается и посредством российских спецслужб, российских агентов влияния, адептов, но партнерствую с Ватиканом с Францией. Поэтому это взаимодополняющие визиты. Франция прекрасно знает, что она у Казахстана грамму рана не получит без разрешения России. И с подачи разрешения России неформально франции разрешают поставлять вооружение в Армению и пробивать коридор на Грузии для того, чтобы в перспективе получить выгодные условия для России при изгнании Франции из этого региона в торговле с Турцией и Ираном для себя выгодных преференций. Она ждет как удав своего часа. Такая же ситуация в Центральной Азии. Она манипулирует Францией для того, чтобы там создавала видимость, что это приходит западная демократия, как будто запад, он активно участвует. Но я считаю, это мираж, это манипулирование. Французы без разрешения русских и китайцев у вас грамму рана не могут получить. И это политическая игра против и в том числе Казахстана. Поэтому я визиты Макрона рассматриваю как визиты Ватикана для подтверждения уровня привязанности Казахстана и Узбекистана к России, а через Россию к Европейскому Союзу. Почему я об этом говорю? Я же смеялся и писал в телеграмме вот что делает Святой Уран. Макрон стал говорить на казахском и на узбекском. Это уже плюс. Это уже плюс для вас. Но знаете, что дирижером Центральной Азии пока является Россия. Это первое. Второе, является Россия не потому, что она сильная, потому, что вы допускаете. Вопрос в этом стоит. Если бы вы не допускали, например, я не думаю, вы посмотрите на пакет соглашений Казахстана и Узбекистана. У вас намного больше пакета соглашений и с Россией, и с Францией, чем у Узбекистана. Узбекистана все какие-то такие, знаете, они не нарушают стратегический баланс просаксонский Узбекистана. У вас он нарушается. То есть вот еще один маркер, по которому вы говорите, а как судить по уровню заключения экономических соглашений, по каким стратегическим направлениям вы заключаете соглашение. Теперь, что касается ООН и НАТО. Вы знаете, в том глобальном мире распространения дезинформации, когда работают институты миллиардным бюджетом, трудно кому-либо объяснить, кто прав, кто виноват. Я же всегда предлагаю и вам, и вашим зрителям судить не о том, что вам вдалбливают в голову, а о том, что делают. Я тогда хочу задать вопрос простым людям, дипломатам, образованным с высшим образованием. Если, допустим, этот центр принадлежит организации объединенных наций, почему ленту этого центра перерезать посол США? Почему не представить его? Второй фактор. Допустим, если это финансируется по линии правительства США, тогда здесь должен быть обычно, это бывает, второе лицо, советник, военный атташе, атташе по политическим вопросам. То есть, посол на это мероприятие, его присутствие не архиважно, потому что не присутствует по уровню ранга послу, например, какой-то министр. Понимаете? Потому что посол США в Казахстане это представитель президента США. И это объясняет его уровень. Это минимум министр иностранных дел, максимум это президент Казахстана. Вдруг посол приезжает, перерезает ленту, я не знаю, зала отдыха и культуры досуга. И перерезает зал. Да, я буду называть зал отдыха и досуга совместно с казахскими военными, оказывается. То есть, к культурному мероприятию отдыха оказывается еще имеют отношение казахские и военные. То есть, мы получаем на лицо ведомственное сотрудничество. министерство обороны Казахстана, раз военные присутствуют. Это их центр культуры и досуга. Присутствие посла США, это означает, что его финансирует тогда не он, а его финансирует правительство США. Это их деньги. Это деньги налогоплательщиков США. Но и последнее, если присутствует посол, то оно имеет ключевую вещь под названием стратегическое сотрудничество между государством США, государством в Казахстан в военном направлении. Я другого объяснения вот этим видеокадром не могу найти. А все остальное, кто говорит, ну, дай Бог здоровья, время покажет и рассудит. Да. Поэтому, да, здесь становится многое понятно. И перейдем к такому вопросу. Если то есть надо вещи называть своими именами, получается, Казахстан должен готовиться к войне. То есть наши люди, наши граждане. В дестабилизации будет ли это переворот, гражданская война или внешняя агрессия, это решит сама ситуация под руководством президента народа Казахстана, его политической элиты и самое главное ответственности, которую взял на себя президент страны. Пусть да, пусть такое выражение, то есть действительно, не такое конкретное, не такое прямо в лоб, но к определенной дестабилизации мы должны готовить. Но в любом случае такая дестабилизация, она связана с чем? Она связана, как правило, с особым положением, чрезвычайным положением, которое может поближе за собой. Все признаки этого положения, как мы уже видели и по Украине, и по Кантарским нашим событиям, ну и вообще видели мы это все, да, 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 но пока в казахстанском обществе таких вещей, ну скажем так, в публичном пространстве это вообще не обсуждается. По некоторым признакам, по самым, что не назначительным вкраплениям, ну например, такой представитель военной академии, президент военной академии Казахстана, Мухтар Сикбар, отреагировал на наш с вами эфир, подтвердил значительное, значит, уважение к вам, выразил, подтвердил, значит, достоверность ваших фактов. Кроме того, сделал через некоторое время эфир о том, что Казахстан должен готовиться к определенным ситуациям, то есть должна быть гражданская оборона. Больше того, заявил о том, что у нас в мире уже можно смело говорить, что он попал уже в ситуацию третьей мировой войны. Дальше мы видим заявление представителей оборонного ведомства о том, что готовится бомбоубежище и видим заявление о том, что готовятся отряды Тиробороны под руководством военкоматов, особенно на северных областях. То есть по каким-то определенным позициям мы видим, что Казахстан в целом к таким вариантам... К косвенным элементам информационным вы делаете вывод, что Казахстан готовится. Так. Да, готовится к этим вещам. Но этого настолько мало в информационном пространстве сообщений, что когда даже наши с вами эфиры проходят, естественно, идут серьезные отторжения этой информации и, скажем так, на меня идут серьезные нападки, что я там чуть ли не зазываю войну в Казахстан. Как вот с населением вот нам, собственно, работать, если государство активного участия в этом не ведет? Смотрите, давайте мы... У вас такой многословный вопрос. Мы его разделим по частям, чтобы людям было понятнее, по этапам. Первое. Понимает ли руководство Казахстана, что грядут тяжелые события? Да. Я повторюсь снова. Я общаюсь с вашими высокопоставленными лицами, которые принимают непосредственное участие в управлении страной. Они знают об этом, они к этому готовятся, они миллион раз отмеряют, один раз отрезают. Я не скажу, что это глупые люди. В моем понимании эти люди талантливые, грамотные. И, наверное, будет правильно сказать, настоящие казахи. Второй этап, о чем я хотел сказать. Если мы с вами говорим о том, что должно ли государство заниматься уведомлением, осведомлением, работать с народом, я считаю, что есть определенные элементы, называемые национальной безопасностью. Ведь кроме казахов, еще за вами смотрят ваши враги. Зачем нужно разглашать государственную тайну? Это второе. То, что вы озвучили события, косвенные вот эти причины, да, это хорошо. Даже это, я считаю, что в некотором роде может даже квалифицировать как излишнюю осведомленность общественности. Здесь, скорее всего, больше тяжесть ложится на общественность, чем на государство. Почему? Общественность, видя, что по косвенным причинам это делается, общественность должна сама и самоорганизовываться, хотя бы, как вот на первом этапе народ Украины. Это первое. Я не могу вырабатывать рецепты для казахов, что им делать, потому что, несмотря на нашу идентичность культуры, религии и близость языков, все-таки в ментальности мы немного разные. Мы больше кавказцы, вы больше азиаты, поэтому, что там притворять, это лучше вас никто не знает, поэтому здесь мои советы неуместны и неправильны будут. Исходя из следующей концепции о том, что приблизительно, что все это готовится, что, в принципе, для народа нужно объяснять и вас обвинять, что вы приводите в страну войну, украинцы в 2014 году потеряли часть территории, они продолжали до 2020 года торговать с русскими. То есть, есть определенный, я его называю специально, не национальный, а политический термин, определенный субэтнос, у которых понятие бизнес, прежде всего, оно выше, чем агрессия, родина, ему какая разница, кто управляет. Главное, что он получает доход раз, если он получает доход сотрудничества с Россией, ему еще лучше. То есть, он получит больше доступа к российским институтам, инструментам государственной власти или сферам, где он сможет быть, так скажем, человеком, который принял присагу, получил право на управление своим народом. Он же станет богаче, почему бы нет? Поэтому здесь необходимо в первую очередь работу общества я считаю, что общество само должно подталкивать место, власть на местных, региональных, государственном уровне не путем того, что ты плохой, а я хороший, или я хороший, они все плохие, а путем, давайте, что будем делать для самоорганизации, это раз. Участвовать, сотрудничать с властями по обеспечению безопасности, это два. Плюс ко всему, если государство назначен или избран прямым или кривым голосованием какой-то государственный представитель, у вас есть два пути, так скажем, отвергать эту власть, но еще больше устанавливать раздел между народом, то есть противостояние или расстояние понимания между властью и народом в вопросах национальной безопасности. Или просто он пусть выполняет в меру своих возможностей свою функцию, вы сами саморганизовываете, выполняете то, что вы считаете в рамках своей безопасности, свою функцию. А то, что вы зазываете домой войну, ну, я думаю, что именно эти люди первые побегут из страны или эти люди первые станут в строй служить агрессору. Спасибо за этот ответ. Давайте мы с вами такую вот, ну, сразу будем говорить, я бы хотела проговорить все тяжелые темы, да, для того, чтобы все-таки полную ясность получили и мы, и я, и наши граждане. Если в Казахстане начинается война в ближайшее время, допустим, какие у нас есть, скажем так, решения, да, от самых мрачных, от самых плохих и до самых перспективных, возможно, даже остановить надвигающуюся криптоугрозу. Какие есть варианты для Казахстана вот в плане предстоящих событий, в контексте того, что мы с вами обсуждали? Я немножко, Жанна, не понимаю вариантов, в каком смысле вы говорите. Вы мне, если можно, более предметно объясните, пожалуйста. Ну, вот смотрите, если у нас происходит большая война, да, и нас, скажем так, победили, да, в какую-то часть, что будет с Казахстаном? Какие варианты могут быть дестабилизации Казахстана, скажем там? Это Талибан, это Россия, это на севере, где-то Казахстан на приграничных территориях или это на юге? То есть, какие могут развиваться форматы событий, да, по вот этой дестабилизации? И какие для нас они могут быть хорошие, какие самые плохие? Нет, в любом случае для вас хорошего нету. Даже если вы победите, предположим, сплочитесь там, власть будет днем и ночью вместе с вашим народом спать катакомбах, но воевать до победного, все равно вам придется пройти, чтобы сохранить страну и нацию, все равно вам придется пройти через войну, то есть, через защиту своих интересов. С какими потерями вы выйдете, с минимальными, с максимальными, это уже второй вопрос, в зависимости от того, кто ваш союзник и кто ваш враг, потому что союзники бывают разные, и уровень развития врагов бывает другой, поэтому это несоизмеримые цели, возможности. Что касается, что у вас будет, это, наверное, знает КНБ, ваша внешняя разведка, ваша военная разведка, ваши представители национальной безопасности, я абсолютно убежден, что они докладывают президенту, но в нашем случае в Азербайджане ежедневно, иногда даже ежечасно, президенту старшему, Гейдар Алиеву, докладывали. В нынешней ситуации уровень управления Азербайджана Ильхамом Алиевым, он поднялся на совсем другой, более совершенный метод, западный метод. Я предполагаю, что об этих вызовах, формах и плюсах и минусах для казахов и Казахстана президент и политическое руководство знает. Гадать на кофейной гуще и еще больше страшить граждан Казахстана, я считаю, что неправильно, потому что мы не можем людям нести негатив, мы должны еще дать им позитив, а позитив заключается в другом. Снова повторюсь, любая проектность, вот представьте себе, за Арменией стоит Европа, Ватикан, Армения поддерживает США и какой-то там, не знаю, в общем, финтифлюшка Азербайджан, и вдруг мы побеждаем. И вдруг президент Алиев отправляет по курсу русского корабля президента Франции. Вдруг президент Алиев отправляет по курсу русского корабля Конгресс США. В чем заключается сила? То есть мы понимаем и отдаем архиважность нашей географии. Не в том, что мы сильные, архиважность нашей географии. Мы правильно расценили географическую значимость в мировой геополитике Азербайджана. То есть если Макрону, американцам нужны богатства Центральной Азии, как они туда попадут? Это первый вопрос. Если Китай будет грабить Казахстан, как он его вывезет? Для него рынком сбыта, кроме китайской экономики, основным является Европа. А с Европой она торгует приблизительно на 1 триллион долларов. Неужели интересы Азербайджана не стоят 1 триллиона долларов для Китая? Интересы Франции не стоят вывоза урана через Азербайджан. Сколько стоит экономика Франции благодаря ее атомным станциям? И последнее. А сколько стоит военная безопасность США как империи, где она использует военную логистику и в том числе Азербайджанов, поставка своих вооружений, солдат, воздушных коридоров через территорию Азербайджана, например, в случае эскалации отношений с Ираном? Мы поняли свою политическую, геополитическую, геолокационную значимость для мирового дипстейта. Не деньги, не нефть, не труба. Это вторично. Так вот, вы тоже отдайте отчет себе значимость казахской географии в геополитике. Если вы сможете правильно разложить эту пилку, да, завтра не только в Токаев, но какой-нибудь другой следующий там, предположим, Булат может послать и Францию, и Америку. Тогда вот смотрите, мы с вами до этого выше уже коснулись этого вопроса частично. Турция и Азербайджан станут союзниками Казахстана в случае военной грозы, в случае возникновения такой ситуации. Для этого Казахстан должен быть их союзником, пока он не союзник. И он даже не партнер. У него есть направление сотрудничества, но он даже не партнер. Например, я всегда ставил казахам в укор, я имею в виду высшим политическим лицам. Президент Алиев приезжает в Казахстан и говорит, братья казахи, но господин Токаев не говорит, братья азербайджанцы. Посмотрите выступление двух президентов. Последнее заседание лидеров стран Центральной Азии в Таджикистане, куда приглашен был господин Алиев. И вы видите нашу позицию. Мы партнеры и все логистические ресурсы Азербайджана в первую очередь будут работать на интересы стран Центральной Азии. Мы говорим Центральной Азии, почему? Потому что мы не отделяем Таджикистан тоже. И мы считаем, что Таджикистан должен быть партнером, союзником и при взаимном желании быть также повышен статусом до уровня стратегического партнера. Потому что интересы безопасности Афганистана касаются и Азербайджана. А вы там, находясь в котле, пока этого не понимаете. Что ваша безопасность зависит от безопасности Таджикистана и от безопасности в Афганистане. Как только вы это поймете, у вас не будет вопрос, а к нам придет Талибан. Он сам собой исчезнет. Мы это понимаем. Поэтому есть проект через Туркмению и Афганистан, он называется Ляпсис Лазурит. Мы во всех проектах пытаемся участвовать, чтобы обеспечить свою безопасность, чтобы обеспечить свою значимость и инструменты, которые дадут нам получать дополнительные финансовые средства в усилении своей армии. Вот арифметика. Я тут немножко вылетела почему-то. Надеюсь, что все нормально было со связью. Я вас слышала. Теперь вот смотрите. Хорошо. Да, вот здесь по поводу союзничества опять все свозится к тому, что все будет зависеть опять от решения властей и получается очень большой каскад решений нужно принимать и каждый из этих решений является каким-то архиважным. То есть насколько возможности принять я перебью дорогая извините пожалуйста мы уже провели несколько военных учений с Узбекистаном. то есть то есть то что вы говорите если вдруг что-то будет мы уже положили первый фундамент что если что-то будет с Узбекистаном там будет и Турция и Азербайджан. Пока это официально не закреплено но мы к этому идем. Мы со стороны Казахстана этого не видим. Но это возможно сделать какие-то короткие сроки правильно я понимаю? Для этого нужно желание. Как раз вот эти два года балансирования от А до Я то есть как качели 24-25 год мы за два года можем в это вложиться и вложиться. Это зависит опять от руководства Казахстана. А если у нас события начнутся раньше 25-го года? Ну это означает что руководство Казахстана совершило какую-то стратегическую ошибку которая как Украина. есть она стала эти процессы антиказахстан и они ускорились. Если война будет быстрее скоро когда в горах растает снег то это означает или Казахстан не собирается делать вывод не потому что не может или например не потому что она делает семимильными шагами а просто не будет делать. Если просчитывать что Казахстан не будет делать значит войну приведут сейчас. Хорошо это вот мы с вами обсудили перспективы скажем так 26-й седьмой год и ближайшего времени но насколько я помню у нас с вами возникал разговор еще о более стратегической большой войне о более серьезном решении за которое будут бороться страны и Ватиканы и Альфа и Саксы как я понимаю что проект Синьцзянь остается сегодня самым главным стратегическим проектом решения нового меропорядка перераспределения абсолютно верно это корона это корона это корона вершина этого проекта да мне тоже это так поведется да и в связи с этим опять же Синьцзянь это же через Казахстан это вы да и получается даже если мы сейчас вступим в какую-то там дестабилизацию либо войну либо противостояние придем к какому-то пониманию придем к каким-то хорошим результатам то в будущем все равно вот как говорил Бзержинский да что если Узбекистан это душа центральной Азии то Казахстан это ее меч то мы получается вот в этом новом большом раскладе снова выступаем мечом и у нас снова на территории Казахстана будет идти уже завершающая битва центральная Азия а этот Засиньцзянь на территории нашей страны если вы не смотрите если вы создаете единую центральную Азию то есть вы усиливаетесь вы получаете политическую поддержку в англосаксонском мире это инвестиции это технологии это перевооружение это технологический уровень например посмотрите на уровень военно-промышленного комплекса Турции вы получаете к этим всем вещам доступ для чего опять повторюсь по отношению к Азербайджану вы приговорены судьбой из-за вашей географической локации если борьба за Синьцзянь это обязательно через Казахстан туда с планеты Марс не попадешь если борьба против Китая а это 26-27 год то это обязательно Казахстан потому что граница Казахстана большая граница почти 6900 километров граница Казахстана с Россией это опять Казахстан вы намного ценнее чем Азербайджан если правильно распорядите свои геолокации не надо никого бояться вы для них большой бриллиант не надо из себя превращать в пепел что вы там какие-то не знаю ничего не можете вы глупые или неумелые нет вы для них бриллиант поэтому пользуйтесь этим положением я украинцам это говорил они не распорядились этим сейчас говорю вы больше чем Азербайджан для них значите вы архиважная страна потому что мы обеспечиваем вам воздух коридор вы обеспечиваете стратегическую победу в борьбе за Цзянь смотрите вот было в ваших эфирах я все время за наблюдаю я помню два таких высказывания первое высказывание Украина должна была стать центром Европы то есть локомотивом Европы такое же высказывание было по тюркскому региону в отношении Казахстана я так понимаю что эти позиции упущены были Украиной и соответственно Казахстан тоже в какой-то мере уже упустил эти позиции не упустил не упустил потому что Казахстана плюс-минус есть снова повторюсь я в это слово много значений вкладываю и казахские дипломаты знают о чем я говорю потому что я знаком с этими документами если соглашение Казахстана Азербайджана дело не в межгосударственных соглашениях главное в геополитическом направлении получим стратегические контракты заключения то это будет означать только одно что казахстанский вектор или казахский вектор развития он заложил плотный фундамент вторая часть подтверждения это исполнение в Казахстане к моему большому сожалению есть уникальная особенность подписывать но ничего не выполнять поэтому в международном праве Казахстану и в международных контрактах когда говорят Казахстан говорят это второй Иран то есть Иран тоже подписан ничего не выполняет когда говорят казахи у них ощущение это вторые иранцы ну нет обязательств поэтому вторая главная вещь это подписание мало этого это то заявление что вы готовы участвовать но нужно еще его практическое выполнение поэтому вот при соблюдении или синтезе вот этих двух частей подписать и выполнить тогда это будет понимание что Казахстан получает карт-бланш на инвестиции политическую гарантию военную безопасность Казахстан получает вектор простите внешней поддержки Англии США в Совете Безопасности Казахстан он не становится анти-Россия он не становится анти-Китай он не говорит что я в Казахстане защищаю интересы американцев он говорит я продаю уран кто больше заплатит это первое вот Федор Моисеевич заплатил окей вторая часть вопроса вы получаете уран это дает вам стратегическую возможность быть доминанта в мировой политике Казахстан как государство что получает защиту военную технологическое перевооружение какие-то выгоды с твоей страны ну например дешевые кредиты например или например Казахстан что-то стратегически нужно ну я не знаю там звезд с неба они у тебя есть ты можешь со мной звездами с неба поделиться чтобы я как государство усиливался возвышался и больше стал независим Казахстан должен вести свою политику так если в Казахстане продолжать жить как в банде а я надеюсь что Токаев сменит эту парадигму если он ее сменит значит вы в ударе звучит замечательно конечно и тогда последний вопрос у нас очень обширное интервью я вам очень благодарна за то что вы даете нам очень много объяснений и вот такой вот уже более скажем так философский вопрос рушится старый миропорядок об этом уже говорят открыто все лидеры мировой элиты открыто мы видим садится за один стол Байден и Сен-Зепин и начинают выстраивать новые договоренности новые контуры и мы понимаем да вот сегодня видно уже что старые ценности которые были заложены скажем так в старом системе миропорядка они естественно рухнули можно сказать прям рухнули потому что глядя на ситуацию в странах Европы да то есть я понимаю что даже в Европе эти ценности начинают идти широкими шагами к пересмыслению а для таких стран как арабский мир или там Африка или даже страны вот скажем так Россию брать да ближе там Индия естественно для них эти ценности западной демократии они как бы не стали ведущими и собственно не прижились не так и не стали ценностями ради которых они там могут на что-то на какие-то серьезные эти перемены поэтому а что станет новой ценностью да что станет новыми смыслами вот в новом миропорядке что тогда будет меняться вот в качестве вот этих ценностей что будет предложено это будут какие-то региональные теперь ценности это как это можно будет объединить под каким-то единым колпаком мы понимаем что в любом случае как вот если исходить из тех выступлений которые мы слышали от вас в любом случае доминировать будет тот самый мировой дипстейт который сегодня и занимается там перераспределением всех этих территорий ресурсов и так далее а какую ценность нам предложат в этом случае на что мы будем опираться в смысловом смотрите давайте мы с вами немножко вернемся в историю и мы увидим что предположим в колонии Великобритании они были тоже одними из самых жестких и человеконенавистных но мы видим другую вещь в колониях Великобритании управляли сами англичане или их наместники но мы в колониях Великобритании не видели заставления отказаться от своих национальных традиций отказывать от своих религиозных традиций где мы это видим конкистадоры Ватикан и так далее то есть англичане получили свой горький опыт 500 лет брожения или как это блуждения по миру в поисках своих ошибок и вырабатывания новой концепции сегодняшняя наша история мы вернулись в 1555 год мы вернулись в этот период когда Ватикан перерезал пуповину естественного развития человечества создав античеловеческую антигуманную доктрину что я по рождению высший свет элита и я по рождению ваш хозяин а чтобы вы были так скажем мне верны вы должны стать моей паствой то есть через меч заставляли принимать религию нынешняя форма человеческого развития возвращается в 1555 год мы снова начинаем свой рост потому что тот меч который те доктрины которые создавались Ватиканом 500 лет они начали разрушаться создаются поиски новой национальной доктрины где параллельно будет идти технология эти технологии как сохранить свою национальную идентичность свою культуру свои ценности свою религию присутствие постепенного но все больше глубокого захвата нашей повседневной жизни новыми совершенными технологиями я абсолютно далек от понимания какой же путь они выбрали пока они находятся в поиске это искусственный интеллект который будет за нас определять что нам делать и другой формат естественный от Бога когда каждая частица ртути тянется к себе подобному казах казаху южный жуз северный жуз казах кыргызу казах кузбеку идентичность нашей культуры нашего языка потом глобально нашей религии потом более глобально того что всех Бог создал по своему образу и подобию христиане суниты шииты католики православные то есть во главу угла будет поставлено то что нам дано всевышним а не то что в нас культивировалось искусственно но предположим если папа римский объявил что ЛГБТ тоже могут быть наставниками в церкви кто в исламе это примет а если мы это не принимаем в качестве закона мы не можем быть членами Евросоюза там же мы же должны защищать права ЛГБТ какая мусульманская страна на это пойдет мы говорим мусульманская в том отношении что ислам является или общественным доминантом или конституционным доминантом в управлении этими территориями я не думаю давайте посмотрим допустят ли это христиане православные я очень сомневаюсь те христиане православные которым навязали эту доктрину и становятся или хотят стать частью Евросоюза ну флаг им в руки то есть когда вы начинаете терять свою национальную идентичность вы становитесь обезличенным существом обезличенное существо не знает свое доктринное развитие оно становится частью другого проекта и тут появляется понимаете кризис какая-то малая часть которая принимает эту систему ценностей вашего модератора становится ее получает интеллигенцию на управление местной территорией то происходит столкновение ценностей убеждений религий и к сожалению во всем мире эти процессы тянулись почти 500 лет 400 там 80 чего-то и мы сейчас столкнулись с кризисом его называют кризис капитализма его называют кризис ценности кризис мироуправителей нет мы должны были столкнуться с самой ключевой ценностью это кризис духовности потому что любую экономику любой проект всегда всегда и всегда продвигает только человек богатый он бедный президент или простой человек потому что человеку свойственно ошибаться и каждый из нас по мере я не скажу старения по мере получения мудрости в жизни у нас просыпается тяга к земле тяга к огороду это все обусловлено тем что мы принадлежим всевышним то есть мы возвращаемся к тому каким в нас вселил душу бог или аллах как хотите и вот тут начинается кризис вот этот кризис убивать свой народ продолжать его грабить заставлять его принимать законы лгбт или все-таки смягчить как-то в меру возможностей и вот это постепенно смягчение или отходение от той доктрины которую навязывал человечество ватикан мы сейчас увидели вот этот кризис я думаю что мы с вами пойдем по двум параллельным путям модераторы человечества а не капиталисты бизнесмены например их инструментами промежуточными не главными промежуточными например BlackRock Vanguard State Street которые как бульдоги забирают всю экономику мира под себя как пылесос все схватывает это промежуточные компании это не главные вот они они на первом этапе поставят контроль ресурсов финансовых водных минеральных военных контроль над миром когда установят параллельно они развивают развитие искусственного интеллекта мы будем определять это тоже люди остановятся они на доминанте что человечеством должен управлять искусственный интеллект в котором нет никаких наций религий эмоций или все-таки человечество выступит против искусственного интеллекта оно сможет через союзы подобных себе по этническому по религиозному по культурному по человеческому по гуманитарному по экологическому потому что у нас еще внешние вызовы цунами землетрясение ядерный взрыв я не знаю вулкан как все реагируют человечество генный код человечества знает только Всевышний и эти люди которые пытаются нас просчитать чипировать я считаю что они проиграют Всевышними поэтому наш путь это путь по заветам Бога или Всевышнего или Аллаха через человечество то есть формирование равноправных но конкурентных условий для всех только в конкуренции то есть в развитии и при равных правах каждый из нас строитель хлебороб космонавт может внести свою лепту в развитие или спасение человечества на земле человека во всех остальных случаях мы обречены на приступ сумасшедшего который нажмет ядерную кнопку или на приступ слишком умных который через искусственный интеллект будут нас утилизировать вот приблизительное понимание вы верите что вот в это время когда расчеловечены целые страны то есть положено на это столько усилий столько ресурсов чтобы расчеловечить целые страны я вот любая война мы же с вами понимаем да что любая война приводит к тому что приходит только после того как над обществом поработали расчеловечили подготовили и потом кинули на другое общество убивать вот мы сегодня видим много примеров таких стран а некоторые страны целыми из эпохи в эпоху проживают свою бесчеловечность свои вот самые негативные качества да вот как вот в эту эпоху когда мы только мне кажется только заходим вот в состояние еще большего расчеловечивания потому что нам еще больше может неужели есть у человечества возможность встать на гуманный путь ведь даже государство сегодня не одно почему я вижу что с Европой все будет плохо потому что в ближайшей перспективе они не могут больше предложить людям такой же уклад государства где будут и социальные и гуманитарные гуманные ценности сопряжены все это обваливается это все не работает уже не хватает ресурсов оно не будет работать потому что в Европе оно строилось на исключительности Евросоюза Европейской рации но за счет грабежа других колоний унижения уничтожения бесчеловечности по отношению к африканцам к восточным людям это должно было рано или поздно кончиться что касается политики расчеловечной я абсолютно убежден пока человек эксплуатирует не сотрудничает эксплуатирует другого человека никогда в мире не будет равноправия этому может положить конец к сожалению только наказание по отношению к тому кто эксплуатирует тут наказание можно разделить на две части в этом миру это война и надеяться на Господа Бога в чем я абсолютно убежден что Всевышний Снифт спрашивает я думаю что не не хороший фикрет или не плохой фикрет победит а победит справедливость Бога вопрос только сколько мы за это заплатим какую цену и когда это будет увидят ли это наши дети или наши внуки мне трудно судить вы представляете себе 1555 год и сейчас 2023 год 500 лет люди ждали справедливости сейчас начался слома этой конструкции что ты исключителем по рождению или по принадлежности какой-то религиозной секты то ты шейх то ты оказывается рахпар это в чем заключается исключительность почему тебе должны целовать руку почему тебе должны платить мзду в чем твоя религиозная избранность а разве нам нужен посредник между Всевышним нам он не нужен достаточно того что мы делаем по заповедям Господним молимся он у нас в душе но нам посредник не нужен нам не нужны институты которые требуют от нас бесплатного мздоимства то есть если ты хочешь платить Господу Богу в угоду ему платить то что ты имеешь лишнее или немножко больше чем у других потому что тебе это Бог дал делись с тем кто этого не имеет помогай я думаю что это более правильно чем приносить деньги в религиозную это скажем организацию которая занимается рекрутированием наемников чтобы убивать вот и все то есть закабалять или захватывать новые территории создавать новую систему рабовладения в 21 веке я все-таки думаю что победит Бог все же замечательно большое спасибо за это большое и очень подробное интервью друзья подписывайтесь на мой канал чуть не сказала на канал Фикрета Шабанова но я надеюсь что все-таки этот канал вернут там очень много полезной и важной информации распространяйте этот эфир Фикрет большое вам спасибо мира и процветания Азербайджану вашей стране всем нам надеюсь что все мы увидим и справедливость и какие-то благие перспективы Аминь большое спасибо Жанна за добрые теплые слова я думаю что победит и Азербайджан и Казахстан и много-много других надоров которые или не имеют государственность или не имеют но они превращены в рабов всесильных содержит их в любом случае если человечеству нужно было 500 лет понять ценность и это благодаря Всевышнему мы готовы я за себя могу сказать мы готовы заплатить эту цену еще 500 лет но лишь бы наши пра-пра-пра-внуки все-таки достигли того уровня развития когда человек не убивает человека вот здесь я скажу аминь спасибо 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 Продолжение следует...